Всем здравствуйте! Продолжаем изучение английского языка с нуля. Итак, сегодня у нас урок четвертый. Значит, как обычно, смотрим в нашем учебнике, что написано. Значит, lesson for. Lesson, как вы уже помните из предыдущих трех уроков. Значит, lesson, урок, for, четыре. For, буква U, здесь не читается. For, четыре. Lesson for. Смотрим буквы этого урока. Плюс еще новые четыре буквы. Итак, первая из четырех. Буква F. Буква F. Далее, следующая буква J. Не путаем с буквой G. Вот такая буква. Большая пишется всегда без точки, маленькая с точкой. J. Третья буква данного урока. M. M. И последняя X. Не X, как в немецком и латинском, а именно X. Еще раз все четыре. F. J. M. X. Переходим к словам. Первое слово этого урока. Ящик или коробка. Без разницы. То есть и для того, и для другого будет в английском соответствие под словом A box. A box. То есть буква X дает нам звук X. Получается A box. То есть коробка или ящик. Значит, не забываем ставить неопределенный артикль A, про который я вам уже говорила в предыдущих уроках. Следующее слово. Кровать. A bed. Как пишется, так и читается. A bed. Кровать. Дальше. Лиса. A fox. То есть в рифму, слову, коробка, ящик. Тут box. Тут fox. То есть поменяли первую букву B на F. Звук B на F. И, значит, получились абсолютно разные слова. И последнее слово данного урока. Варенье. Которое читается как jam. Опять буква A в односложном слове произносится как широкий звук A. Jam. Варенье. Итак, если вы внимательно посмотрите, это первое из встретившихся слов, которое представлено без артикля E. Почему? Потому что данное слово является неисчисляемым. То есть если все слова, которые встречались ранее, мы могли посчитать поштучно, то есть коробка, три коробки, пять коробок, шесть кроватей, семь лис, восемь кошек, девять крыс, тринадцать мышей летучих и так далее. То есть все можно посчитать штучно. То есть они были исчисляемыми. И как я уже говорила, что неопределенный артикль E мы используем только с исчисляемыми существительными, которые при том должны стоять в единственном числе. Так вот варенье jam является неисчисляемым существительным. Соответственно, оно будет использоваться всегда без артикля E. То есть просто jam. E jam сказать нельзя. Ну опять здесь задание на правописание, орфографию. И переходим к текстику, к такому, который уже чуть побольше. Итак, я читаю и перевожу. Вы следите за мной и повторяйте. Дошли до точки, понизили интонацию. Предложение, мысль закончилась. Переводим. Лиса, свинья, коробка, курица, ручка, чашка, ружье, кепка, летучая мышь, крыса, кровать, шляпа, собака, крыса. Следующее предложение. Один ящик, одна лиса, одна курица, одна ручка, одна шляпа, одна летучая мышь, варенье. Два, два, три, четыре. Два, два, три, четыре. Два, три, четыре. Шляпа, кепка и коробка. Летучая мышь, курица и лиса. Одна кошка и одна крыса. Одна коробка и одна кровать. Опять буквы и звуки. Можете просмотреть. Буква X, звук X. Буква F, звук F. Буква J, звук G. Ж, но может давать в некоторых случаях, наверное, еще какие-то звуки. М, звук М. Так. И задание. Значит, опять переводные. То есть, как обычно, эту сторону вы, например, закрыли, смотрите вот сюда. Эту сторону закрыли, смотрите сюда. Читаете, переводите, проверяете себя. То есть, переводные задания очень полезны для самостоятельной проверки. Итак, turn the page. Переворачиваем страничку. Здесь продолжается переводное. И повторение на выражение «я вижу» – I see. То есть, в принципе, уже все написано, но вы можете самостоятельно потренироваться. То есть, допустим, на первой картинке у нас нарисована шляпа, кепка и коробка. I see a hat, a cap and a box. Дальше я вижу варенье и чашку. I see jam, без артикля, потому что оно неисчисляемое, and a cup. И на последней я вижу кровать и крысу. I see a bed and a rat. Вот так. То есть, вспомнили выражение «I see» – я вижу. Ну, в принципе, вот на этом и заканчивается урок 4. Надеюсь, вам было все понятно. Учите английский с удовольствием. Ну, в Guide. osition. Продолжение следует...